Здравствуйте! В этом моечном помещении, в бане, необходимо выложить пол из кафельной плитки размером 30 на 30 плитка. Здесь будем сейчас подготавливать основание для выкладки плитки на пол. Необходимо вот этот трапик, который вот сейчас углублённый, его необходимо будет вырезать по размеру болгаркой и потом его будут поднимать на уровне плитки. Соответственно, трап этот будет на уровне плитки, чтобы всё было ровно. И этот бетонный пол прогрунтовал грунтовкой. Прошло с того времени почти сутки, и сегодня я буду заниматься укладкой плитки. Что для этого необходимо и с чего начать. Если это помещение будет полностью просматриваться, то берём, отмеряем расстояние и разбивку делаем по центру. Как с одной стороны, так и с другой. Я решил вложить плитку по диалогу аналию. Укладка плитки на пол будет начиная с той стороны. Куда-то же в ходе первоначально падает зрение. Зрение падает у нас на эту сторону, потому что противоположный сторонний вход. И это значит, я буду начинать с этого левого угла и так буду идти вправо и к выходу. Самая видная часть ложной плитки будет именно в среднем падать сюда. Эти две левые стороны у меня будут ровные, а там как получится. Впера я разложу плитку, как это будет на полу, а потом буду вложить эту плитку на клеевой раствор. С начала кладки плитки я буду ориентироваться по этим двум сторонам. Потому что эти две с между стороны бросаются в глаза, при входе сразу вот эта сторона должна вылететь ровно. Там справа, тут справа будет стеллаж, там только получится нормально. Вот сделаю так раскладку, а прежде чем делать раскладку, мы натягиваем нить. Беру здесь одинаковое расстояние и с той стороны тоже самое одинаковое расстояние. Если по диагонали, то вот эти острые концы плитки должны соответствовать натяжению этой нитки. Должны они находиться параллельно к ней. Если этот угол, как у меня здесь, он чуть-чуть не под 90 градусов и приходится мне зарезать, и чтобы плитку не портить, я делаю первоначально вот такой шаблон с картонной бумаги, с твердым материалом. Его прикладываем как шаблон, все как надо делать, а потом уже по этому шаблону разрезаю плитку по необходимому размеру и так далее. Потому что здесь выступы вот небольшие такие, и тут без шаблона обойтись невозможно. А плитку портить нет смысла. Наносим на полок клеевой раствор, нанесли. Вот таким шипателем равномерно распределили. На плитку тоже наношу клеевой раствор, потому что здесь, в этом месте мне надо поднимать где-то в среднем 15-20 миллиметров, до меточки, которая ранее нанесена, поэтому один слой будет здесь толстый, поэтому я наношу еще и на плитку. Беру вот так плиточку и вложу. Вот меточка видно, все по меточке ровно. Это тоже фитка заранее было отрезано по размеру. И теперь это тоже вложу. И уклон сюда придаю к стоку, чтобы вода скатывалась в одну сторону. Здесь, чтобы ровно было, беру правило, и по правило буду ориентироваться к лагану. Все, как видим, ровно. И так дальше продолжаю плитку вложить. Как первый ряд я выложу ровно плитку, так основной будет легче мне выкладывать. Если я сейчас первый ряд выложу с каким-то отклонением маленечко от правильного направления, то и остальные плитки мне придется подгонять. От стены мы можем отступать примерно до сантиметра. Додаю определенный уклон до слива, чтобы был. Вот теперь видим, уклончик есть, вода будет идти в слив. И под этим уклоном я буду сейчас дальше распределять основную плитку. За прикосновение двух плиток вложу крестики. Размер тройка, 3 миллиметра. Этот крестик размером. И равниваем. Чтобы эта ось и эта была в одной плоскости. И дальше продолжаем вложить плитку. Также смотрим, чтобы эта сторона была ровно с этой. Убедили, что она ровно с этой. Теперь вложим между ними крестики. Вот смотрим. Клоскость ровная. И по такой плоскости буду продолжать дальше вложить эту плитку. Здесь уклон должен быть к сливу. И тоже так же самое прикладываю здесь какой-нибудь родный предмет в данном случае уровень. И тоже, чтобы была эта плоскость с наклоном сюда к сливу. Уклон мы задаем, какое нам необходимо. И так я продолжаю дальше вложить плитку. По поверхности, как я ранее говорю, прикладываю тоже прямой какой-нибудь уровень. И вот эта плоскость должна быть тоже ровно, чтобы вот так не играл уровень. А чтобы он вот так лег, и мы увидим ровный. Ровная плоскость, значит, все нормально. Если где-то играет пока свежий раствор, если это притравлено или пристукаем, и оно сядет на свое место. Все, вот так раскладку сделаем. Плитки, теперь можно это все вложить на раствор. До угла я дошел, раскладка есть, и теперь присыпаем дальше вложить плитку. Вот как выложена плитка за каких-то там 4 часа. 4-5 часов где-то потратил на этот маленький участок плитки. Здесь очень трудно выравить было. Надо было подгонку делать тот трапик, задавать уклон, чтобы вырезать эта плитка. Эта плитка одна, тут, не с куском. А вот это одна плитка. Я делаю вот такой трафарет. И потом этот трафарет наносим на плитку, и вырезал я его болгаркой. Теперь давайте посмотрим, как оно поближе выглядит. Вот, видимо, все ровно, все нормально. Это одна плитка. Укладка плитки на пол завершена. Теперь буду ждать, пока высохнет это где-то 2 суток. И потом можно будет расшивать швы. После истечения где-то 15-20 часов можно будет плитку протереть и швы почистить, подготовить к расшивке швов. А расшивать еще рано. Расшивать швы буду после полного высыхания клеевой раствор. Это где-то 48-50 часов. После того, как закончил укладку плитки на пол, прошло около суток. Ладно, губкой очистил клеевой раствор на плитке, который был. И вот так выглядит плитка перед расшивкой швов. Расшивку швов плиткой на полу делал аналогично расшивке швов плитки на стене. Вот так выглядит помещение в предбаннике при облицовке плиткой стен и полу. Надеюсь, это видео будет полезным. Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю удачи, всего доброго, До свидания.